Одним из самых популярных и известных средств против тли среди садоводов и дачников является нашатырный спирт. Он помогает насытить почву азотом в качестве дополнительной подкормки, но самое главное – помогает бороться с тлей, которая не переносит испарение аммиака. Когда нашатырный спирт попадает внутрь вредителя, он парализует дыхательные пути букашки и приводит к неминуемой гибели. А вот для человека такое средство совершенно безобидно. В отличие от дорогостоящей химии этот спирт можно использовать во всех фазах развития растения, от высадки до сбора плодов. Но лучше всего обрабатывать любые декоративные, овощные, ягодные и фруктовые растения именно в начале середины лета. У него резкий запах, который не переносит не только тля, но и другие букашки. Если сделать всего два опрыскивания таким спиртом в середине лета с интервалом в две недели, то тля полностью исчезнет с вашего участка. А еще нашатырь очень дешевый и безопасный для человека. Чтобы не повредить растения, нужно соблюдать правильные концентрации и четко следовать рецепту приготовления раствора для обработки. В раствор с нашатырным спиртом можно добавлять мыло, средство для мытья посуды, либо же шампунь. Лично я знаю несколько народных рецептов от тли на основе нашатыря. Мыльно-спиртовой. Здесь беру 50 граммов нашатыря и развожу его в ведре воды. Дополнительно кладу 50 граммов хозяйственного мыла, которое пропускаю через терку и тщательно размешиваю. Мыло в этом случае нужно для того, чтобы раствор оставался на листьях как можно дольше. Спиртово-порошковый раствор. На ведро воды нужно добавить две ложки нашатыря и столовую ложку стирального порошка. Шампуневый раствор. Также на ведро воды берем две ложки нашатыря и чайную ложку любого шампуня для волос. При этом химические средства не должны иметь цветочных запахов, иначе вредители будут интенсивнее атаковать ваши растения. Чтобы полностью избавиться от назойливой тли, надо сделать 3-4 обработки на протяжении всего сезона. А еще после каждой процедуры лучше не поливать огород пару дней, чтобы не смыть раствор с листьев. Перед тем, как обрабатывать растения от тли, надо ликвидировать все муравейники на своем участке. Это основной распространитель тли по участку, поэтому без этой меры не будет успеха. Для полива растений таким раствором лучше всего использовать лейку с широкими насадками. При обрыскивании пульверизатором капли аммиака могут не долетать до листьев и растворяться в воздухе. Обязательно нужно хорошо обработать внутреннюю сторону листьев, поскольку тля скрывается именно там. Опрыскивание делаем вечером или утром, можно в прохладный день без солнца. При небольшом заражении можно делать полив с интервалом в 2 недели, а для профилактики всего раз в месяц.